Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда я, Арсений Сеня, Сеня Пироженко, как меня в последнее время называют. Карта Оверпасс. Сегодня я хотел бы вам подготовить небольшой гайд, все вы прекрасно наверное уже видели и знаете эту карту, ее будут играть все чаще и чаще, потому что в отличии от Коблстоуна к ней практически нету никаких претензий. Да, возможно здесь добавят какой-нибудь еще проход, потому что, ну согласитесь, один хоть и широкий проход на точку А это конечно же мало. Ну и соответственно вы потихонечку начинаете играть в матчмейкингах, профессионалы потихонечку играют ее уже на турнирах, ну и я подготовил опять же небольшой гайд, который расскажет вам как правильно играть в тимплей. Ну возможно кто-то возьмет для себя тут пару фишек индивидуальных, ну и какие-то команды например начинающие возьмут из этого гайда, подчеркнут для себя информацию как правильно играть 5 на 5. Ну собственно в начале, когда все начинается, игроки разбегаются по разным точкам, здесь можно играть агрессивно на точке А, можно играть пассивно. В отличие от точки Б, на А игра немножко меняется, то есть если на Б вы в принципе всегда туда добегаете, да, там через эти коридоры и просто начинаете халдить и кроете там, например, отсюда или отсюда как-нибудь зигзаг кроете с хелпы, с балкона и так далее, то на точке А не так все однозначно и здесь так сказать есть два варианта, по которым вы можете играть естественно. Ну соответственно один игрок, будь то снайпер, будь то нет, идет например на длину. Здесь опять же два варианта, если вы с АВП можете просто вот здесь халдить и прикрывать длину. Рано или поздно скорее всего один из игроков атаки придет на вас, ну и соответственно не ожидайте, что он просто придет и умрет. Он конечно же тоже понимает, что вдалеке очень часто играет игрок с АВП, ну и будет там прыгать, бегать, делать все что угодно. Вариант номер два. Можно также бежать сюда с эмочкой, откинуть такой смог, занять например позицию за этим камнем. Ну смог опять же научиться кидать более четким, чтобы он падал и перекрывал полностью эту область. Ну и соответственно ваш например один тиммейт тоже стоит на этой длине, начинает там стрелять, закидывать гранаты, ну и соответственно игроки атаки там возможно вас не проверят за камнем, потому что видят, мол вдалеке еще один игрок защиты и поэтому никого вблизи нет. Но мне больше всего на этой карте понравился пассивный диффенс, который показывала команда Фнатик и команда Дигнитос. Я считаю это две самые лучшие команды, которые лучше всех подготовили оверпасс. В отличии от поляков, непов и им же подобным, эти ребята всегда отправляли одного игрока сюда в туалеты. Он собирал необходимое количество информации, пытался в одиночку там убить одного игрока, если у него ничего не получалось, он просто брал нож в руки и уходил на А. И соответственно любая команда, которая подходила на А, она пока проверяла все эти туалеты, она ожидала, что мол он останется, она теряла много времени. И где-то в минуту, в минуту игроки атаки подходили под А, если они атаковали как раз эту точку. Ну и соответственно дальше у нас защитники просто откидывали вот такой вот смог по центру этого широкого входа. И соответственно прикрывали или правую часть, или левую часть. Здесь позиций благо много, поэтому просто один смог. Соответственно атака должна пару раз подумать, пойдут ли они в этот смог, потому что очень неудобно заходить через вот такие узкие проходы. Дальше прибегала хлопа, еще один смог. Ну и соответственно защита таким образом выигрывала очень много времени. Но позиции здесь опять же. И здесь можно стоять там, и здесь прятаться просто и за машиной, и за вот этим вот контейнером. Там и в бункере, и на самом пленте. Соответственно игрокам атаки нужно проверить массу позиций. Ну и можно еще и под смачок сыграть тоже. Там например закинуть сюда смог и принимать просто бункер с плента. Ну конечно атака тоже подходит. У них есть уже раскидка. Есть опять же коктейли молотова. Но если вы играете например в матчмейкинг и играете со своими там тиммейтами. И у вас там двое-трое человек, то конечно же против вас играет непрофессиональная команда. И не будет у них там каких-то там супер-мега коктейлей молотова за там этот контейнер, за машину, на плент. Поэтому они просто будут заходить, но и соответственно вы их будете принимать. Потому что позиции на пленте, я повторяюсь, еще очень-очень много. Но здесь есть небольшая такая вот важная позиция, за которую в принципе тоже стоит побороться. Иногда. Если у вас получается вот эта пассивная игра, то иногда вы можете удивлять своего врага. Я уже показывал, как можно поджимать длину. Точно так же можно поджимать здесь фонтан, например кидать сюда смог. Или накидывать третьему игроку вот такие вот флешки своим тиммейтам. Ну и два игрока защиты просто врываются на фонтан, начинается перестрелка под гранаты. Но я вот говорю, есть важная позиция, важная точка, это вот эти вот туннели. В чем принципиально вообще важность этих туннелей? В том, что игроки атаки, заняв фонтаны, заняв туалеты и заняв собственно туннель, могут всегда перегруппироваться и быстро пойти на плент B. Соответственно защита очень часто занимает этот туннель, откидывается вот такой вот смочок. И здесь частенько висит игрок защиты. Соответственно вы кинув такой смок, можете напрягать здесь игроков атаки. Но опять же помните, что к вам могут прийти и соответственно ваш тиммейт должен находиться где-нибудь вот в такой области и прикрывать просто спуск вниз. Ну и если вам удается забирать здесь игроков атаки, соответственно в туннеле человек живет, забирает тоже игроков атаки. Ну и один игрок диффенса просто уже может не смотреть даже дверь, а просто отвечать за этот вход. Конечно же намного легче отвечать за один выход, согласитесь, чем контролить и дверь и проход. Ну и игроки диффенса могут в принципе отдавать полностью эти двери, отдавать и эту область, ну и сконцентрироваться на приеме просто. Вот этого короткого выхода на бэплент, ну и соответственно зигзага. Можно как всегда откидывать один смок, можно откидывать второй смок. В принципе я бы сконцентрировался как раз на такой игре. То есть 2-3 игрока, которые принимают в начале бэ, сюда как раз идет 2 игрока. Один всегда смотрит вот этот выход. Он может откидывать коктейль молотова сюда. Ну а сюда просто откидывать смочок по очереди. Один смок на тайминг, второй смок на тайминг и третий смок на тайминг. Три смока, это 3 на 18, 54 секунды времени. Плюс добавляете время, по которому террористы сюда бегут. Плюс добавляете немножко времени, пока террористы сориентируются, ну так сказать, в простонародье будут тупить. И поэтому под эти смоки заход пойдет на точку бэ там, ну на последних секундах. Согласитесь, когда идет заход на последних секундах, у вас нету времени, у террористов нету времени проверять все позиции. Ну и шанс ошибиться, конечно же, он очень-очень велик Ну и поэтому откидываете в одну позицию какие-то смоки В другую позицию просто смотрите и принимаете с эмкой там трубы Также очень хорошо играть, например, там подальше Например, из болота отсюда Или сверху стоять на балконе с АВП можно Ну, кстати, есть хорошая фишка Вот здесь где-то я подсадку видел какую-то, да Вот она, но тут подсадка делается в 2D И можно убивать игрока, который выходит с балкона Вот он Вот тут подсадочка И видно хорошенько балкон, видите? Эту подсадку я видел в матче Hellraiser Против Nip, по-моему, тут Маркелова подсаживали Поэтому, играя на балконе, будьте очень-очень аккуратны Вот оттуда вас могут просто убить Поэтому лучше всего вот так вот смотреть и не вылазить Отсюда просто вдаль Но опять же, есть уже игроки, которые научились кидать смоки на этой карте Я так предполагаю, что, например, отсюда можно четко кинуть смог, который взорвется просто сверху Ну и вообще, террористы, конечно же, будут играть на этой карте все лучше и лучше Хотя карта диффенса Потому что точки А и точки Б достаточно близко Они находятся на разных этажах Но хелпануть можно просто с неимоверной скоростью Поэтому защита, конечно же, здесь будет набирать очень много раундов Ну и главный принцип вы, в принципе, поняли То есть, в начале один игрок на Апленте должен быть таким разведчиком Который собирает инфу, который пытается отстрелить Если у него не получается, нужно просто жить То есть, тут самое главное правило выжить Не убить, а выжить Убить это, конечно, бонус, но лучше всего выжить Понять, куда идут игроки атаки И просто уйти и пассивно принимать уже непосредственно сам Кондровский респаун Опять же, повторюсь, позиций здесь очень и очень много И, в принципе, принимать эту точку можно Можно играть в бункере Тут и ЦЗ-шка хороший, девайс, да Вообще, на такой дистанции пистолет ЦЗ-75 ауто Это, ну, согласитесь, действительно автомат хороший Вы просто стоите, начинаете спреить Один и два Все Ну, вам частенько, конечно, будут прилетать сюда коктейли молотого Горит такой коктейль где-то вот до этой области Ну, поэтому вы можете и тут крыть И, например, тоже, если у вас есть смог Вот кидать такой смог и все Если этот смог опрокинут на 30 секунде Соответственно, ну, игрок атаки, который сюда придет И будет заходить через бункер Он просто смертник Вам остается добивать игроков, которые будут заходить из этой области Ну и также у вас есть, конечно же, тиммейты Которые должны помогать Ну, в принципе, вроде как все объяснил Большое спасибо, что смотрели С вами был Арсений и Сеня Пироженко Ставьте пальчики вверх Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok